Очень радует игра Сакрамента в начале сезона. И есть как минимум три объяснения этому феномену. Во-первых, это игра Даррена Колесена. Его приход в команду остался, по большому счету, незамеченным, потому что команду покинул Азея Томас. И казалось, что такой ченч игроков он не пойдет на пользу команде. Потому что Томас был идейным вдохновителем всех атак Сакрамента. Он лез под кольцо, набирал очки. И казалось, что это шаг назад для Kings. Но, как видим, даром для Колесена не прошло то, что он несколько лет сидел за спиной Криса Пола. Он многому у него научился. Он знает, как управлять командой. знает, когда необходимо увеличить темп, когда уменьшить. Умеет вести позиционное нападение. И хоть по статистике это не видно, но, тем не менее, его влияние на результаты Сакрамента очень велики. Второй причиной является успешная игра Рудигея. Он очень хорошо нашел сезон. У него все летит, все попадает. Ну и третья, конечно, самая главная причина – это Демаркус Казенцева. Он прямо сейчас уже показывает игру на уровне лучших центровых лиги. Ховарда, Газоля и других элитных центровых. Набирают 25 плюс 12. И надо помнить, что ему всего лишь 24 года. Ему есть куда расти, есть куда прогрессировать. Он уже стал чемпионом мира. И, может быть, это одна из причин, которая помогла ему как-то сделать шаг вперед. Он по-прежнему набирает много фалов ненужных. Но, тем не менее, даже с таким казенсом Сакрамента является одним из лидеров Западной конференции, что еще месяц назад казалось вещью какой-то незабыточной.